Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. С вами Арталаск, и добро пожаловать в новую рубрику «Как рисовать в стиле той или определенной игры». Сегодня мы будем рисовать персонажа в стиле Брофорс и анимируем его. Прежде чем приступать к самой анимации и рисованию персонажа, я нашел специально для вас вот такой спрайт анимации, которая используется, собственно, в самом Брофорс. И так как в фотошопе он воспроизводится как-то немного медленно, а я его включил в браузере. А вот такая, собственно, анимация у нас будет. Итак, приступим. Я открыл эту анимацию в фотошопе, но так как здесь был использован Upscale, то мы сейчас немного его уменьшим, так как вот кисть в один пиксель, и как видите, здесь один пиксель как не знаю сколько даже. Идем в изображение, размер изображения, и выставляем здесь размер в пикселях. Для начала попробуем 128. Проверим. Так, можно, в принципе, еще немного уменьшить. Снова уйду в размер изображения, и, пожалуй, поставлю здесь 64. Так, уже ближе. Так, финальный размер 32 на 32, и вот как раз один пиксель соответствует. Шикарно. Также мне попалась такая вот болванка в интернете, которая как раз таки соответствует пропорциям Брофорса. То есть, в принципе, это и есть болванка этих самых персонажей. Если вы захотите ее скачать, то я кину ссылку в описании, на пост в группе, где будет собрано все материалы для этого видео. Итак, копировать я ее не буду, мы нарисуем как бы все сами. Единственное, я скопирую какой-нибудь кадр, например, первый. Создам новый документ 32 на 32, и вставлю его сюда. А сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что первый кадр уже не статичен. То есть, нет такого, что персонаж просто спокойно стоит на двух ногах. Уже в первом кадре он находится в каком-либо движении. То есть, вот эта нога у него уже идет назад, а вот эта нога поднимается, и уже идет вперед. Что касается цвета, то здесь можно разделить на три основы. Это зеленый, черный и цвет кожи, которые, в принципе, имеют здесь разные оттенки. Я бы, конечно, назвал здесь еще красный и коричневый, но давайте просто покажу вам на примере. Допустим, вот он цвет кожи. И если просто добавить еще хоть какой-нибудь маленький оттенок, то это будет либо красный цвет, то есть где-то вот здесь вот, такой вот яркий. Либо, если наоборот, в другую сторону добавить немного оттенков, то это уже будет такой вот коричневый цвет. Конечно, можно это все разделить на отдельные цвета, но как бы вот так вот глобально их здесь всего три. А что касается черного, то оружие у него все-таки серое, а тоже с разными тут детальками. Его также можно отнести к вот этому вот черному цвету. А поэтому сначала я сейчас начну делать болванку, пока я ее отключу. Ну, а теперь начну рисовать, так сказать, базу. Возьму черный цвет и пока просто так по высоте накину. Вот они 16-15 пикселей получаются. Так, голова здесь примерно 4 на 4 пикселя и плюс волосы. Затем от головы идет как бы вот такая вот прическа на несколько пикселей. Я ее сразу, пожалуй, закрашу. Примерно вот так выйдет. И от прически уже идет, соответственно, там майка и рука. Примерно на 2 пикселя, вот так вот. А рука достаточно здесь длинная, почти до самого таза. Слишком высоко сделал голову. А как бы здесь плечи, они идут на одном уровне. Поэтому это надо соблюдать. Также руки на одной высоте здесь находятся. И здесь, чтобы не делать лишних деталей, разработчики сделали просто прямую линию. То есть примерно вот так. Что касается вот этой руки, то можно также вот отделить майкой. Так как весь закрывает оружие, я, пожалуй, тоже вот так вот сделаю. То есть... То есть намечу здесь оружие и продлю вот так вот руку на несколько пикселей буквально. Отлично. Так, теперь сразу под рукой у него здесь начинается таз и штаны. А сейчас как бы я делаю просто стоящий спрайт, а не бегущий. Поэтому он немного будет отличаться. Ну, отличаться он будет в принципе только в ногах. Так, здесь пошире. И чтобы не было как бы такого, что здесь все-таки идет какой-то изгиб, а есть такая прямая монолитная линия, то я, пожалуй, тоже здесь делаю какой-нибудь такой изгиб. Пока оставлю вот так. На мой взгляд, самый подходящий вариант. Хотя с другой стороны, можно наоборот сделать обе ноги как раз вот такими монолитами. И учитывая, что здесь все достаточно такое кубическое, я думаю, это будет вполне неплохим решением. Также здесь намечаем оружие. Здесь, я так понимаю, что это вроде пояса. Хотя не знаю, что здесь за светлые такие пиксели. А по сути, это что-то вроде магазина для автомата. Или пулемета, я не знаю, с чем он здесь. А сделаю чуть пошире голову. И волосы. Отлично. А теперь все практически соответствует. Хотя с другой стороны пока все-таки оставлю здесь вот эту голову. И продублирую слой. Так как мы не полностью копируем персонажа, а всего лишь как бы используем базу, чтобы создать что-то свое, а просто на основе именно вот этого персонажа, то и, пожалуй, волосы я тоже здесь удалю. Но повязку оставлю. Поэтому сразу как-нибудь ее здесь так намечу. Думаю, этого достаточно. А и так. Будет такая у него банданка с небольшими повязочками. Точнее, лентами на затылке. Снова продублирую слой. Такая вот у меня получилась сейчас основа. А теперь, что касается цвета. А можно сразу взять отсюда и начать уже раскрашивать. Но я думаю, это было бы немного неинтересно. Хотя, с другой стороны, если мы делаем что-то в стиле этой игры, то было бы вполне логично использовать цвета именно из палитры этой игры. Но мы поступим все-таки по-своему. И подберем цвет сами. Значит, чтобы подобрать цвет кожи, мы будем ориентироваться где-то вот в этом диапазоне. То есть это выше красного, но ниже желтого. Такой вот рыжеватый цвет. А получится вот в итоге. Тогда мы так найдем. И теперь мы сильно сбавляем насыщенность и уже получаем что-то похожее на цвет кожи. А теперь уже все зависит как бы от его оттенка, от насыщенности и так далее. Можно где-то прибавить, например, к розовому или наоборот к желтому, прибавить насыщенности и так далее. То есть от этого уже будет зависеть от тон кожи. И в принципе, какой из этих тонов выбирать, решать только вам. А я, пожалуй, остановлюсь на вот этом вот цвете. Вот так. А далее сразу сюда вынесу. Эти пока удалять не буду. Возможно, еще пригодятся. Теперь руки, пожалуй, у него тоже будут такие вот оголенные. и здесь уже начинается косяк. Так как у меня здесь обводка, можно сказать, а здесь обводки нету, то и по толщине некоторые пиксели выбиваются из графика. Вот. Теперь, в принципе, все нормально. Кстати, заметьте, что в некоторых местах здесь более-таки светлые оттенки для плавного перехода и наоборот для бликов. Ну, мы это сейчас тоже чуть позже сделаем. А пока что просто вот так вот зальем. Отлично. Теперь подберу какой-нибудь зеленый цвет для его банданы. Пожалуй, что-нибудь вроде такого. Хотя, как-то скучновато, на мой взгляд, получилось. Возможно, придется даже другой цвет подбирать. А пока оставлю вот такой темный-зеленый. Мне кажется, он подходит. компенсирует, так сказать, форму головы. А за счет того, что волос здесь нету, но есть бандана, пожалуй, вот устрою такую вот форму. Для лент можно подобрать более светлый цвет, но, похоже, он ему все-таки не очень-то подходит. у меня слишком большой контраст получается. Нужно что-то побледнее и потемнее. Вот, в принципе, такой цвет практически подходит. Можно еще немного попробовать разные варианты. в принципе, этот подходит. Вообще, было бы логично сначала взять скриншот из игры, ставить его куда-нибудь в отдельный документ и взять цвет фона именно отсюда. А вообще, можно даже вот такой темный и фон как раз закрашивать именно таким цветом, чтобы было проще подбирать цвет уже под нашего персонажа. А можно даже взять какой-нибудь оттенок из этих пальм или травы. Я думаю, тоже будет неплохой вариант. У самого же этого рэмбо здесь цвет достаточно тусклый и зеленый. На крайний случай можно использовать его, в принципе. Я все-таки возьму цвет с пальмы. и давайте его сейчас попробуем. Вроде бы неплохо. Так что пока оставляю его. так далее. Теперь нужно сделать ему тело. Возьму цвет основной кожи и сделаю все-таки голову ему немного больше. А теперь попробую один из тех цветов, которые делал раньше, до этого. возможно слишком темно получилось. Так что возьму основной цвет и просто как бы сбавлюсь здесь вниз. Попробую. Это уже неплохо, но нужно темнее. Я сделал чуть темнее и немного бледнее. Ну вот, уже более реалистично. А теперь сам этот цвет кожи мне кажется слишком сильно контрастирует с фоном в отличный пример от оригинального персонажа. Давайте посмотрим. В принципе он и здесь тоже не слабо так контрастирует. В принципе тогда оставим как есть. Так. за счет того, что сделали эту голову более такой выпрямленной очертания персонажа тоже слегка изменились. Можно попробовать сделать ему даже темнее голову пожалуй. Взять например цвет еще темнее либо наоборот сделать темнее именно тело. Это в принципе будет куда логичнее. А что касается банданы можно сделать что-нибудь такое. На мой взгляд он так смотрится куда брутальнее. И сейчас он мне напомнил персонажа из игры командос. Если кто играл если кто помнит такую игру а кажется его звали там зеленый берет вот этот чудик к сожалению не могу сейчас найти быстрее картинку где видно лучше несмотря на то что у него тут берет а не бандана то почему-то напомнил он не именно его не знаю кстати есть ли этот персонаж в Raw Force а если нет то сейчас мы его в принципе и создадим только разве что тогда придется убрать повязку сделать какое-то подобие берета и что-то вот вроде такого тогда получится вот так в принципе я думаю вполне сойдет за берет вот так а можно сделать нашим ранним темным зеленым цветом одну из его частей отлично а теперь это реально похоже на берет далее такой свитер с горловиной бритая на вас голова ремни не знаю возможно это какой-нибудь разгрузочный жилет к сожалению хотя нет не к сожалению здесь уже видно ну да что-то вроде разгрузки поэтому тоже можно просто сделать такие вот ремни и просто какую-нибудь зеленую такую кофту точнее свитер берем снова зеленый цвет темный а для этих вот ремней возьмем пожалуй цвет его штанов отлично отлично на мой взгляд теперь куда более похоже куда более похоже дали далее было бы неплохо еще сделать так цены на такие грубые черты лица более брутальные и как раз обозначить этот самый свитер а можно конечно добавлять всякие там разные детали но так как мы рисуем в стиле брофорс здесь вообще очень жесткий такой минимализм и цветов здесь тоже немного поэтому я как бы изморачиваться с этим сейчас не буду и немного поиска в гугле я в принципе нашел его штаны в принципе обычные такие милитари брюки цвет чуть-чуть более бледный чем его верхняя одежда и оттенок тоже слегка отличается можем это также здесь использовать значит берем цвет пальмы так сказать и делаем его чуть бледнее и сам оттенок пожалуй тоже где-то ближе вот к такому и у меня тут на один пиксель он больше получился надо бы его слегка занизить даже можно не на один вот так вот теперь он реально в стиле брофорса а в принципе до этого тоже довольно-таки неплохой вариант был я его пожалуй оставлю для собственных проектов а здесь сделаю все-таки в стиле брофорса вот так вот такой вот гномик сапоги ему пока оставлю также черным а что касается нижней части штанов то также темнее цвет и менее насыщенный может даже еще темнее отлично а теперь продолжу здесь как бы его свитер и намечу как бы пояс и пожалуй зеленым цветом таким он смотрится поинтереснее отлично почти закончили с этим персонажем единственное что мне все-таки не нравится цвет свитера я попытаюсь слегка изменить в лучшую сторону в принципе добавив просто такую тень от его шеи добился нужного мне эффекта в принципе здесь даже больше ничего менять не нужно а теперь нужно проработать его оружие я для этого создам новый слой и объединю их в одну группу отлично а теперь лишний цвет отсюда удалю ну и вообще в принципе все лишнее тоже отсюда удалю а вот с оружием теперь нужно поинтересоваться а на обложках он здесь везде с пистолетом а также у него был такой большой мясницкий нож в третьей части насколько я помню у него была возможность брать станковый пулемет и бегать с ним точнее не бегать а просто его использовать без не в качестве станционарного а в качестве ручного пулемета и так же в этой части на обложке мы видим у него автомат томсона я думаю как раз таки его мы можем взять а для начала упростим сразу на пикселе значит здесь у нас два цвета серый и коричневый по сути у нас будет вот эта верхняя коробка это будет просто несколько пикселей в одну линию серого цвета и так же несколько пикселей коричневого цвета и вертикально несколько пикселей также серого цвета но уже светлее и так посмотрим значит главное чтобы не конфликтовал коричневый цвет вот с этим с его разгрузкой иначе просто придется менять цвет разгрузки можно заимствовать цвет оружия у рэмбо также его слегка начнем так ради интереса возьму тот же самый цвет то есть вот у нас а здесь этот цвет металла идет посветлее этот потемнее а я а я в принципе здесь сделал то же самое осталось только сделать ему магазин и так как здесь тоже как бы часть автомата идет на уровне пояса так сказать возможно тоже здесь так сделаю пожалуй самый темный цвет в качестве обоим смотрится оптимальнее всего и чтобы не было слишком много разных пикселей а пояс сделаю одним цветом теперь отдаляю как бы смотрится ну уже гораздо более чище однако можно его слегка все таки изменить дублирую именно этот автомат и с помощью уровней играю как бы пузунками и проверяю что тут насчет контраста у нас а в принципе слишком темный а смотрится как-то поинтереснее чем слишком светлый поэтому я пожалуй оставлю именно слишком темный что касается ног попробую сделать коричневые ботинки только слишком они светлые поэтому так же сделаю более темными то есть они как бы не черные но и не видно что они такие коричневые далее продублирую опять эту группу объединю в ней все слои то есть теперь это у меня такой солидный один спрайт и сразу сделаю здесь цвет кожи чуть по ярче то есть как это сделано вот здесь и чуть темнее как бы между этим цветом и вот этим чтобы сделать такой плавный переход и также возьму самый светлый цвет и сделаю светлые пиксели здесь здесь пожалуй можно даже еще ярче вот так отлично попробую также сделать разными цветами разгруз то есть я как бы его сделаю одним цветом но попробую разные цвета для этого либо вот такой темный либо вот такой светлый пожалуй что два разных цвета на нем смотрится куда лучше возможно также следует немного по-другому сделать магазин теперь он правда сливается с ногой но в принципе здесь он тоже сливается с ногой если я сделаю а также как это сделано здесь то скорее всего будет похоже на то что этот магазин а как бы кривой то есть как бы вот такой вот он не просто прямой а вот так вот изогнут и пожалуй стоит сделать толще именно сам автомат однако мне не нравится что здесь как бы идет такое слияние цвета поэтому оставлю как было и собственно сам ствол а у томпсон ствол достаточно короткий точнее ствол сам длинный но видимо его часть после вот этой вот подставки для руку для руки она он достаточно короткий поэтому есть аризон сделать длиннее вот эту подставку и максимально укоротить как бы сам ствол на этом я закончу видео касательно рисования персонажа в стиле бро форс следующей части я буду показывать как анимировать этого чудика подписывайтесь и ставьте лайки если это видео вам понравилось и помните что следующее видео по этой теме выйдет только после того как это видео наберет 150 лайков а наберет именно на ютубе я очень рад что вы ставите лайки и вконтакте но также не забывайте поставить лайк именно на ютубе ведь чем их больше тем чаще выходит видео и тем они интереснее и полезнее для вас ну а с вами был арталаски и я с вами не прощаюсь а приглашаю посмотреть другие ролики до следующих видео субтитры Субтитры создавал DimaTorzok